Ну хорошо, значит, сегодня у нас доклад Алексея Шапкина про поиск тандемных повторов и их визуализация вручную. Алексей, спасибо большое, что согласились с нами сделать доклад. Начинайте. Да, Александр, спасибо. Всем здравствуйте. Я сегодня расскажу про проект, который я создал в Нилэй, и расскажу о тех программах, которые были созданы в рамках работы над этим проектом. Ну и, соответственно, в конце мы на практике поработаем с тем софтом, который есть. Посмотрим, что он может. Немного небольшая история о том, как вообще этот проект зародился. Задачи, которые перед проектом стоят, они, безусловно, очень амбициозны. И заключаются они в том, чтобы из ДНК сформировать в некой цифровой инфраструктуре аналог, такую платформу, которая позволяет реализовывать все этапы развития организмов. Вот на картинке мы видим, что из ДНК все организмы у нас создаются. То же самое ставится задача для проекта реализовать именно в цифре. В целом, как это работает? То есть мы берем какие-то отсеквенированные данные, естественно, уже собранный геном, и на основании него мы реализуем ту программу, которая заложена в ДНК, и тот организм, который там есть, мы, соответственно, реализуем в цифре. Основная сложность, естественно, в том, что никто до сих пор не знает, а как вообще, в принципе, природа кодирует структуры различных организмов, которые закодированы. Мы сейчас очень много знаем о флодинге белка, занимаются очень много лабораторий в мире различными фичами, которые касаются конкретных задач. А если поискать, по крайней мере, у меня это не удалось, проекты, которые в целом пытаются найти вот эти закономерности, то есть каким образом в ДНК записана программа построения в целом организма, то есть структуры, так скажем. Я, по крайней мере, таких проектов не нашел. Если кто-то знает, то очень прошу поделиться. Какие есть подходы к построению? То есть вот есть классический подход, это проектная документация, когда мы как-то описываем в соответствии с базовыми требованиями наш объект. И другие люди, которые знают эти требования, они могут воссоздать 100% тот объект, который мы описали. В 3D-моделировании там каждая точка, она в пространстве определяется точно. Из того опыта, который я получил в процессе работы, конечно же, этот вариант не подходит. То есть, конечно же, у нас в ДНК не описана сама структура, а отписаны подходы, как, соответственно, этот организм можно построить. А как же природа построила вот эту документацию, разработала? То есть это простая линейная последовательность нуклеотидов, которая в результате позволяет построить очень сложные структуры. И вот, собственно, вопрос, он здесь даже, наверное, не то, что от биологии, а вообще к инженерам, архитекторам, айтишникам. То есть мы имеем линейную последовательность. И попробуйте придумать какие-то гипотезы, какие-то модели, которые позволяют из линейной последовательности строить сложные объекты. И это тоже, на самом деле, очень интересная задача. И создание этой платформы как раз я и пытаюсь реализовать вот эту инфраструктуру, которая позволит различные модели, различные алгоритмы, какие-то предположения проверять, подтверждать их или опровергать, и визуально в том числе их наблюдать. Для того, чтобы это сделать, первое, что я сделал, это, безусловно, из нуклеотидных последовательств, которые сами по себе какой-то понятной информации для анализа не несут, я написал программу по анализу и поиску повторов. Тандемов внутри ДНК. Когда я эти данные получил, я понял, что этих данных очень много. То есть очень много, и нужны какие-то инструменты, которые позволят эти данные анализировать, в том числе и визуально. И я написал вторую программу, которая уже полученная, такой датасет, так скажем, который получен после анализа нуклеотидных последователей, уже визуализирует, и, соответственно, с ним можно работать. Если коснуться именно вопроса анализа, поиска тандемных повторов, то вот на экране мы видим интерфейс программы, на входе мы загружаем хромосому или набор хромосом, и на выходе мы получаем некий файл, в котором каждая запись говорит о наличии тандема, его характеристиках. Я когда этот слайд готовил, я понял, что у меня нет формата, который получен в результате, и я вот придумал такой формат FSLE. Это фактически его название расшифровывает его, собственно, и суть. То есть, первая цифра от этого слова, она соответствует то, что в формате первая цифра – это начало, с которого начинается тандем. Так как я пишу на C, здесь по умолчанию подсчет идет с нуля, а не с единицы. Second, то есть второе – это место, с которого начинается дубль, то есть тандем. То есть в данном случае у нас есть тандем, который начинается с нулевого нуклеотида, и второе его копия начинается с 458-го нуклеотида. Третье – это лэнс, то есть длина. И длина здесь, вот я не знаю, мышку мою будет видна или нет, я буду пытаться помогать подсказывать. То есть вот третий символ – это как раз длина вот этих повторов. И end последний – это окончание тандемного повтора, то есть фактически такая контрольная сумма. При инверсиях, когда мы ищем инвертированные повторы, здесь эти числа между собой меняются. Очень важно понять вот этот формат, потому что дальше, когда мы перейдем к визуализации, к самому интересному, мы не поймем, что мы, в общем-то, видим на экране, не понимая вот датасет, который мы будем показывать. Поэтому здесь на картинке я попытался показать. Вот смотрите, берем первую запись, вот здесь наша нуклеотидная последовательность, и берем первую нулевую нуклеотиду, начинается здесь. 458-й нуклеотид, он начинается здесь. Вот я сделал такую небольшую линеечку. И вот здесь представлена у нас, может, это одна из самых интересных таких закономерностей. Это хромосома 2Л-дрозофила, где в самом начале 11 раз подряд идут участки одинаковой длины и одинакового состава. То есть я их здесь расположил в виде лестницы. То есть я изначально подумал, что это ошибка секвенирования, но так как я использую все-таки релиз генома, то есть, наверное, это все-таки не ошибка, и тогда это очень интересная закономерность, такая тематическая. И вот программа, которую я написала, она его распознает таким образом, что есть повтор с нулевой, с нулевого нуклеотида длиной 4651 нуклеотид. Вот он изображен. Эта последовательность совпадает с последовательностью, которая начинается с 458-го нуклеотида, вот здесь вот, и тоже размером 4651 нуклеотида. Вторая запись уже говорит, что есть совпадение, опять же-таки, с нулевого нуклеотида, с нуклеотидом порядковым номером 916, вот он, и длиной уже меньше, 4193 нуклеотида. Это самый сложный случай на самом деле, но вот если это понять, то дальше будет гораздо проще. Поэтому если у кого-то есть вопросы сейчас, задавайте, не стесняйтесь, потому что дальше мы пойдем и будем углубляться уже с новой сна этих данных. Отлично. Дальше тогда идем. Вот теперь к визуализации. Как эти данные визуализировать, так, чтобы это было понятно, и как-то эти данные можно было сопоставлять между собой. Я, соответственно, придумал такой вариант, где у нас по оси Х, практически это длина хромосомы, и если посмотреть вот на тот участок, который мы с вами рассматривали в предыдущем, где с нулевого нуклеотида начинаются несколько тандемов разной длины, а как их изобразить, да, то есть я их изображаю, соответственно, по оси Z. То есть здесь у нас 11 повторов с нулевого нуклеотида, и вот здесь мы как раз видим 11 нуклеотидов, и длина по оси Y их показана, то есть и длина идет на понижение, соответственно, мы тоже здесь видим, что длина понижается. То есть вот этот базовый принцип, который я взял для визуализации тандемов, соответственно, пустые участки, значит, здесь нуклеотидных, точнее, здесь повторов тандемных нету. Друзья, не стесняйтесь, если будут вопросы, сразу же задавайте. Далее. Вкратце по возможностям программы по поиску тандемных повторов. У нас, ну, безусловно, есть прямой поиск, когда мы ищем полное соответствие. Второй вариант, ну, фактически выравнивание, да, когда мы говорим, что у нас может быть там 1, 2, 3, 5 ошибок, и вот в данном случае АТЦГ будет равняться ААЦГ, да, ну, или любой другой буквы. Ну, соответственно, поиск инвертированных повторов, когда мы фактически хромосомы переворачиваем и начинаем в ней проводить поиск. Ну, по остальным, наверное, проще будет в процессе уже демонстрации самой программы рассказать, потому что на словах не особо понятно. И экспоген G – это уже визуализатор. Основные фишки в нем заключаются в том, что мы можем отображать сотни тысяч повторов там, то есть онлайн, и двигаться между ними, их двигать как угодно. Фактически для простоты можно даже это представить, как отобразить нам граф, в котором порядка 100, более там тысячи или там сотни тысяч элементов взаимосвязанных. Алексей, вот у Елены есть вопрос, только она не может… Где длина повтора, где суммарная… Единица повтора, где суммарная длина? Смотрите, суммарная длина, она вот здесь, вот третий номер, она и является суммарной. То есть, смотрите, тандем, да, то есть, к примеру, у нас три нуклеотида, повторяются где-то еще. Соответственно, длина их будет вот здесь, вот в третьем, третьей цифрой идти, а начало первое и начало второго вот здесь. Или же вопрос, как это на графике визуализируется? Ну, про графику тоже, наверное, сейчас повторить. Скажите, а так меня слышно? Да, отлично слышно. Скажите, пожалуйста, ну, у всех повторов у них есть длина единицы и суммарная длина их n числа. Вот где оно тут? Если они тандемные, то, значит, должно быть, грубо говоря, юнит и число его повторов. Да, ну, вот смотрите… Длина юнита, а где суммарная длина его n? Соответственно, одна из этих чисел… Из этих трех чисел две обязательные, третий выводится всегда. А я вижу здесь две, то есть, что-то одно невыводимо. Что именно? Ну, если честно, я не совсем понял вопрос. Ну, смотрите, то есть здесь… Единицы повтора бывают длиной. Три нуклеотида, триста нуклеотидов, три тысячи нуклеотидов. Да. У нас повторятся 10 раз, 20, 30. Да, да. Можно там 300, 3500, вот все, вся эта сумма. Вот где эта характеристика? Да. Вы спросите про график или про формат, про цифры? Про формат, про формат. Про формат, да. Про формат, смотрите, то есть получается, что длина повтора хранится вот здесь, вот третьим стимулом. То есть это длина юнита умножить на число повторов. Да, а количество их хранится вот в длину. То есть видите, то есть все начинающиеся с нуля, вот в данном случае их 11. Количество повторов, которые начинаются с нуклеотида, с номером 28, всего лишь одна. То есть фактически мы вот здесь вот третьим... Это номер нуклеотида или длина повтора? Все-таки я не понимаю. Может быть, я одна это не понимаю? Вот смотрите. Да, вот мне тоже непонятно. Давайте я еще раз. Давайте я тогда, наверное, покажу это на примере. Это будет... Давайте придем к примеру, да, я покажу, тогда будет сразу же понятно. Для того, чтобы скачать программу, на сайте Nilay нужно зайти в разработку и нажать вот сюда, вот на экспогенду. У нас откроется файл. Никаких установок не нужно, просто его запускаем. Давайте сейчас для примера возьмем какую-нибудь хромосому, допустим, вот дрозофила. Здесь митохондриальная хромосома. И давайте найдем тандемы в ней. Я вам на примере сейчас сразу же покажу. Потом более детально уже в программу погрузимся. Давайте возьмем... Вот, допустим, у нас запись. Первое число – это порядковый номер начала тандема. Здесь есть режим просмотра нуклеотидов, которые находятся в памяти. Вот я с его ввожу номер начала нуклеотида и, допустим, говорю, покажите мне 30 нуклеотидов с этого номера. Вот там сейчас находится такая эта запись. Вторая цифра – это то место, порядковый номер, откуда начинается повтор. И вот сейчас я с него тоже беру 30 записей, 30 нуклеотидов. И вот здесь видно, что у нас повтор был 23 нуклеотида. То есть если мы отсюда возьмем 23 нуклеотида, это считаем, то вот эти 23 нуклеотида. Так как я взял 30, то есть 7 лишних. И вот, соответственно, эти вот 7, они разные начинаются. Так вот, соответственно, в записи в этой получается, что, еще раз, порядковый номер первого тандема, тандем состоит из двух, правильно, из двух последовательностей. Вот вторая цифра – это начало второй последовательности. Третья – это длина нуклеотида. Если же говорить, сколько тандемов найдено с конкретного порядкового номера нуклеотида, то, допустим, в данном случае их два. Оба длиной 23. Их тоже можно посмотреть. То есть если мы возьмем еще… Как понять, что их два? А, ну я поняла. Это число строк с записью 59-60. Так как там две строки, то получается, третья запись – это длина. Но число повторов там все равно непонятно. Понятно, что они начинаются на 15685, заканчиваются на 158888, потому что это плюс. Но сколько раз они получаются непонятны. А, либо вы под тандемными подразумеваете, они с любым промежутком между ними, что ли? Не в стыд? Конечно. То есть здесь ограничений по промежуткам нет. Вот давайте я пример приведу. А можно, простите, а можно вопрос по этому примеру? Давайте. Здесь вот на пятой строчке, которая с 14927 начинается, там вот в четвертом столбце какая-то совершенно астрономическая цифра. А что она означает? Потому что это явно не может быть никакая пина, потому что метафондриальный геном дрозофилы всего 16 человек. Вы все правильно говорите. На самом деле в этом режиме отображения табуляция не работает. Если я сейчас блокнот перенесу, то же самое, да, вот я перенес в блокнот, то на самом деле вот эта вот цифра 14, а здесь просто нет знака табуляции. Здесь нет знака табуляции. Если его вот сюда вот, да, то есть вот здесь вот знак табуляции, он здесь, к сожалению, я не отображаю его. То есть вот так вот, ну, для удобства. Алексей, ну, то есть я, насколько я поняла, первое, вы не очень правильно употребляете понятие тандем-репицы. Это никакие не тандем, потому что тандем должны быть аджастен to each other. То есть в данном случае вы просто ищите гомологичные участки по длине хромосомы. Вернее, не гомологичные, а совпадающие с точностью до единичных мисс-мачи. Никакому по определению тандем-репицы-то, очевидно, не отвечают. Ну, тогда да, спасибо. Тогда значит, мы ищем просто повторы, да, то есть повторы нуклеофилов. Нет, понимаете, суть репицы в том, что они должны быть аджастены друг к другу. Иначе это просто гомологичные или паралогичные участки. Абсолютно разного происхождения, абсолютно разной структуры и так далее. Ну, то есть вы ищете нечто, имеющее большое сходство разной длины на разных участках генома. Но пока я вижу, что это уже так. Да, да. Возможность терминологии я путаю. Спасибо здесь, что поправляете. То есть задача моя какая была? То есть найти в нуклеативных последовательствах, которые у меня есть, да, максимум закономерностей. Максимум закономерностей. А какие закономерности могут быть в нуклеативных последовательствах? Я считал, что эти повторы, которые я нахожу, это, в общем-то, есть тандемы, то есть те участки нуклеатидов, которые повторяются по всей длине хромосом. Давай тогда я буду называть это повторами. Тандем репит. Да, это вообще получается не повторы, к сожалению. Суть тандем репит и их особенностей физико-химии, происхождения, все остальное именно в том, что они сликуются друг с другом. Может быть, с большим промежутком, может быть, инвертированно. Почему? Потому что у них потом физико-химия соответственно идет. То есть они порождают там ГЦ-островки. Они порождают стыкующиеся друг к другу сайты инициации транскрипции. Они являются инсулятором из-за количества там. Они привлекают там либо факторы транскрипции, либо в них просто тупо плохо начинает гнуться ДНК. То есть либо же они начинают скользить друг относительно друга именно потому, что они повторяются. И поэтому там с комплементарностью сложные взаимоотношения. То есть вот еще проблема в том, что все, что написано в литературе про репит, к тому, что ищете вы, не относится совсем. Чтобы вы понимали. Потому что вы, по сути, ищете паралоги. Мария, может быть, я неправильно понимаю. Вот судя по тому, вот Мария Логачева может это меня поправить, если я совсем что-то не так понимаю. Потому что остальные, к сожалению, я по фамилиям не знаю. Машнер может подсказать. То есть речь идет об образцах, об участках генома с ограниченной гомологией вплоть до полной идентичности и дробь паралогичности. Это вообще не повтор. Вообще, в принципе. Да, давайте-то называть. Ну, я могу в клинице, извините, я тут никого совсем не знаю. Но такая задача вообще имеет смысл, если вы анализируете, например, транспазоны. И вот в моих исследованиях я вижу, что прыгают не сами транспазоны, как мы учили условно в школе, в институте, а прям даже их куски. Поэтому если вы ищете идентичные или практически идентичные последовательности вдоль всего генома, то это может быть как раз результат такой транспазон как бы связанной динамики генома. Да, спасибо. Друзья, смотрите, я по образованию айтишник, поэтому да, в терминологии я могу путаться. И вот еще раз повторюсь, я подходил к задачам именно с точки зрения того, чтобы найти в хромосомах максимум закономерностей. То есть я сейчас не поднимаюсь на какой-то верхний уровень, то есть это не обязательно должны быть вообще участки, которые кодируют белок или какие-то функции уже понятные людям несут. То есть я воспринимаю как мусорная ДНК, то есть на борт, это участок, который что-то делает. Но просто пока мы не знаем, что он делает. Поэтому почему я начал именно писать свою программу, потому что я понял, то есть те программы, которые ищут повторы, вот именно в правильной вашей терминологии, они как раз от этого не находят, от этих вот всех закономерностей и взаимоувязок, которые нахожу я. И в общем до этого меня и заставило начать писать свою программу, потому что я понял, что я, ну то есть закономерностей гораздо больше. И поэтому давайте, да, я буду это назвать просто повторами в хромосомах, да, то есть мне кажется такой абстрактный термин, и от него можно дальше отталкиваться. То есть программа позволяет искать идентичные участки внутри хромосомы. Соответственно, в данном случае я показываю именно поиск прямой. Кто это вопрос был? Алексей, можно маленький вопрос? Вот третья строчка, ну то есть первые две строчки я вижу, что первый номер повторяется. Я так понял, что это значит, что вот у нас есть один участок и есть второй, который его копирует. А вот третья и четвертая строчка, там первая цифра разная. Я не совсем понимаю тогда, ну вот третью строчку можно вот вывести, рассказать? Да, да, конечно. Давайте вот я еще раз повторюсь. На примере третьей строчки, пожалуйста, можно вот тоже самое? Давайте приберем третью строчку. третья строчка говорит о том, что в хромосоме есть нуклеотид, порядковый номер которого 5962. Давайте его получим на длину. И он схож с таким же участком в хромосоме, который начинается с порядкового номера 16220. Вот я сейчас его тоже буду получить. И вот я из памяти в первом случае получил первый участок длиной 30, во втором тоже длиной 30. Но здесь мы видим, что у нас совпадение по длине в 21 нуклеотид. И вот здесь как раз видно, да, то, что вот 21 нуклеотид, вот он совпадает. Это как раз третья строчка. То есть это, по сути, то же самое, что было во второй строке с разницей в два нуклеотида. То есть вы нашли под единицу. Ну, посмотрите, она идентична со второй. У вас там координата... Нет? Я ошибаюсь. Нет, я ошибаюсь. Нет, нет, я ошибаюсь. То есть в чем еще вот интерес, да, в том, что вот, что вот триплетность там и так далее, да, то здесь я, так скажем, еще раз говорю, на систему, как айтишник, да, и я пытаюсь найти вообще любые закономерности, да, они могут даже противоречить, в принципе, там, текущим каким-то правилам и требованиям, да. Вот, и поэтому здесь, допустим, я вижу повтор 21 нуклеотид, который начинается через два нуклеотида, да, то есть не через три, примерно, да, но такой повтор существует в хромосоме, и поэтому я его отображаю. Мне это как раз важно по максимуму всю эту информацию. вытащить, потому что когда я начинаю визуализировать это все, я как раз и пытаюсь найти вот среди этих данных какие-то закономерности. Ну, теперь с форматом понятно хранение, ну, получение информации или есть еще какие-то вопросы? Давайте лучше задавайте, потому что на самом деле мы сейчас когда будем визуализировать, мы вообще ничего не понимаем. Я понимаю, каждая строчка ее на русский язык можно перевести так. Вот если мы берем первую строчку, есть кусочек длиной 23 нуклеотида, который одновременно встречается и в координате 55960 и в координате 15865. Совершенно верно. То есть четвертая это цифра лишняя. Она является первой, второй и третьей. Да, да, фактически. Но смотрите, когда мы будем искать инвертированные тандемные повторы, когда инвертированные будем искать, то у нас ситуация будет такая, что вот здесь вот у нас будет начало тандема, а здесь его конец. Когда мы будем искать инвертированные, мы это посмотрим на примере. Ну давайте вот прям даже чего далеко ходить. Давайте попробуем поискать инвертированные тандемные повторы здесь же. И посмотрим, зачем нам нужна четвертая цифра. То есть инвертированных тандемных повторов всего 4 оказалось в хромосоме длиной 20 нуклеотида. И вот смотрите, сейчас если мы сделаем то же самое, то есть возьмем участок, 829, 30 нуклеотидов прочитаем. Давайте лучше, давайте так, чтобы не путаться. Раз у нас здесь, наверное, 20 нуклеотидов, будем отображать именно 20 нуклеотидов с 829 получить. А теперь смотрите, тандем начинается с, если его инвертировать, с 17325 номера и заканчивается 445-м. То есть теперь в инверсии эти цифры поменялись между собой. И поэтому я теперь смотрю 20 нуклеотидов, так как они инвертированы, вот с четвертой цифрой. И вот если мы сейчас посмотрим, то есть это вот как раз два инвертированных участка, которые были найдены. То есть четвертая цифра, от нее можно избавиться, безусловно, но тогда я не буду знать этот повтор, вот когда уже я датасад кому-то отдам, к примеру, я не буду понимать, вот без четвертой цифры, то есть это инверсия или нет? То есть 20 мне прибавлять или 20 мне вычитать? А можно маленький вопрос про инвертированность задать? Я правильно понимаю, это на той же самой нити? То же самое что? На той же самой нити. Да, да, то есть мы фактически... То есть на самом деле это не гомологичный фрагмент. Дело в том, что гомологичный фрагмент это был бы, если бы он был на антисенс нити, то есть полностью комплементарный. Этот кусок будет даже физически, так как он в другом направлении, с высокой вероятностью не будет соответствовать тому. То есть математическая инвертированность в данном случае имеет очень спорную биологическую сущность. Здесь скорее интересны находящиеся на антисенс нити. Ну, опять-таки, может быть, я не права, может быть, кто-то может назвать ситуации, где находящиеся на той же нити в такой же последовательности, но вместо 5 штрих, 3 штрих, 3 штрих, 5 штрих, и это прямо осмысленно искать. Там и биология не та будет, и комплементарность они не будут формировать, и slippage между ними не будет. То есть я пока на вскидку не вижу ничего интересного, что из вот этой математической аннисенс-антисенс инверсии может быть интересно. Ну, смотрите, интерес... В чём интерес для меня об этом, да? То есть я понимаю, что у меня есть набор нуклеотидов, да? И я из них хочу выжать максимум информации. Вот просто вот, да, то есть и я всё, что могу, все операции, которые понятные, да, логичные, с ними провести, я их провожу. Я ещё раз говорю, я в данном случае сейчас не отталкиваюсь от текущих знаний биологии, да? Ну, то есть аналогичной операции инверсии на антисенс-ните у вас нет? Я вот, если честно, даже не знаю, что такое антисенс-ните. Это та же самая последовательность, но она должна быть у вас А прочитана справа налево, и Т поменён на А, С поменён на Г. Нет, нет. Потому что вот это биологичное прямо вах. Ну, то есть это важная штука. Да, смотрите, нет, я... На самом деле её легко сделать, я так понимаю, что по данному количеству есть... Я знаю, что ли сделать, но она не сделана. Да, да, нет, я бы... Она сделана математическая, которая явно интересна только в каких-то узких нескольких специальных случаях. Да. Типа виртуальных сайтов республикции. Да, смотрите, то есть... Не факт, нам тоже комплиментарность нужна. При необходимости, да, безусловно, это очень легко сделать, но ещё раз, да, то есть я в большей степени айтишник, поэтому я на все эти вопросы, безусловно, там как слепой котёнок где-то, да, и вот огромное спасибо, что вы подсказываете, да, то есть безусловно, в конечном счёте я эту платформу хочу привести к тому, чтобы она была гораздо ближе к биологии, да, нежели просто там к статистике или к математике. Но то, что такие повторы нужно искать для того, чтобы просто посмотреть, да, то есть ведь сам проект, он сам по себе, да, то есть там построить в цифре организм, он уже как бы, да, такой, как скажем-то, да, то есть, ну, подвергается критике в принципе, вот, потому что таких знаний сейчас нет, и никто не понимает, как это сделать в принципе. К этому подойти. Поэтому я и пытался делать так, как не делает никто. Вот, то есть я попытался именно взять по максимуму информацию, да, может быть, впоследствии можно включить различные базы, в том числе, да, нотированные участки, и выбросить отсюда очень много информации лишней. Вот. Но когда мы сейчас будем с вами смотреть уже в графике, да, мы будем понимать, что, да, реально, инверсия простая вот такая, она вообще ничего не дает, да, потому что она, ну, там, во-первых, в общем-то, не наблюдается, как таковая, а те, вот, как вот мы сейчас увидели, всего лишь четыре варианта, да, это, возможно, просто какой-то рэндом, который совершенно случайно появился, да, и он реально никаких физических свойств с точки зрения, там, организма может и не нести. Но мы так же, я же не знал это, то есть я мог получить другую картину. Я бы... То есть это, на самом деле, просто возможность, то есть инструмент, который, да, позволяет вот таким образом работать. Вот. А насколько это может быть использовано, это уже, естественно, как бы второй вопрос. Друзья, еще есть какие-то вопросы или предложения, или замечания? Давайте дальше, может быть, если можно показать какие-то вот находки, что нашлось такого интересного вот этого обзорова. Ну, вот еще хотелось сказать, вот при загрузке файла, мы тут же видим статистику по загруженным нуклеотидам. И здесь вот четко фиксируется, ну, не четко, а фиксируется второе правило Лачаргафа, да, где у нас количество нуклеотидов равно друг другу, да, в целом. Вот. То есть аденин с тимином, допустим, да, совпадает. Но если мы посмотрим хромосомому человека, то там уже это правило не выполняется. Ну, давайте вот еще один вариант рассмотрим, поиск с ошибками. Сейчас, соответственно, у нас количество найденной информации будет больше. Ну, давайте возьмем любой участок, допустим, вот, опять же таки, прочитаем его. 35 нуклеотидов, кстати, участок у нас был найден. Давайте возьмем, 35 возьмем, собственно, да, получить. И возьмем следующий участок. И вот здесь у нас последовательность, вот одна ошибка у нас, соответственно, тимин, диадонин, да, то есть провисла замена. То есть ошибок таких можно допускать тоже много. Вот. Ну, и вот хотел рассказать еще про выравнивание с ГЭПами. Фактически я сейчас написал тоже алгоритм, не публикал еще. То есть я пытаюсь построить ГЭПы более длинные за счет анализируя вот этот массив данных. То есть я ищу следующие участки, которые начинаются плюс-минус там один, два, три нуклеотидов зависит от настроек. Вот. И, соответственно, считаю их продолжение. продолжение тандемных повторов. То есть я, грубо говоря, знаю, где заканчивается вот этот участок, знаю, где заканчивается вот этот участок и ищу тандемы, которые найдены далее, да, плюс-минус три от того, где мы закончились. Ну, это просто вот для интереса. А можно задать вопрос? Я вот не ошибаюсь, а вот если у вас несколько повторов находятся на хромосоме одного и того же участка, грубо говоря, один тот же секвенс. Как это понять? Просто сейчас показывают только пары какие-то, вот я не очень этого понимаю. Так, ну, давайте загрузим. А вот в наукладе, по-моему, есть вот этот пример, там видно, что... Да, да, но если прям загружу хромосому дрозофилу 2L, то вот опять же мы видим, что здесь выполняется второе правило черагов. И давайте вот проверим нуклеатин, последовательность я ограничу до 100, и мы поищем тандемы. если последовательность очень большая для... Все-таки тандем или репиты, может быть, переводится на репиты? прошу прощения, повторы. У меня, в общем, тандемов нет, только повторы. Только повторы. Давайте я вот этот участок скопирую в блокнот. заменю то, что здесь было ранее. Вот, смотрите, то есть у нас есть последовательность, вот первая, которую мы нашли, повтор с нулевого по 458. Вот вторая отображает, что есть с этого же нуклеотида, вот с этого же нуклеотида длиной вот такой-то повтор, который начинается вот с этого нуклеотида и так далее. То есть получается, да, что мы участок, который начинается с одной нуклеотида, мы можем найти его по всей хромосоме, он может быть разной длиной, он может быть в разных участках, да, и вот в том числе вот интерес посмотреть, а где вот эти вот схожие участки, да, сосредоточены, то есть где они находятся там в центре, ближе к дальше, к концу хромосомы и так далее. Скажите, пожалуйста, а у вас есть скатерплод какого-нибудь такого вида, где по оси Х длина, потому что я смотрю там очень много коротких, а по оси У их количество и, допустим, без единого мисмача, с одним мисмачем, с двумя, с тремя, и анализ там по одной, по двум хромосомам. Это первое. И второе, какова вероятность того, что они случайно не случайно совпадают и как эта вероятность падает по мере увеличения А длины и накопления мисмача. Потому что, в общем-то, если мне не изменяет память, ну вот, ковид нас научил всех немножко аккуратнее относиться к таким тотальным сечам. И, собственно говоря, длина, если я не ошибаюсь, у отозванной статьи там, где сходство ВИЧ у ковида нашли как раз, примерно какая-то такая порядковая длина фрагментов и была. А, ну она даже чуть-чуть длиннее была, там как бы не 20 аминокислот было. Но там то ли 20 с чем-то было нуклеотидов дробь аминокислот. Это значит, что как минимум в районе 20-30 вероятность случайных совпадений очень высокая. Следовательно, на них вообще обращать внимание либо не надо, либо только в контексте. То есть, ну, хорошо, а вот скатерплод есть у вас? Вот это распределение. То есть, длина и количество. Внутри одной хромосомы или через весь геном дрозофилы. Сколько раз встречаются идентичные фрагменты или с мисмачем одним-двумя-тремятом? Нет, нет, такого нет. То есть, здесь, еще раз, то есть, здесь такого поиска нет. Смотрите, ну, насчет вероятности вы все правильно сказали. То есть, в том, но здесь как раз и фишка, да, то, что я могу смотреть, да, то есть, чем я уменьшаю длину, к примеру, да, последовательность, которую я хочу найти. То есть, понятно, что если я введу, там, возьму хромосому человека какой-нибудь, да, и наберу любые 10 символов от ЭЦГ, да, то есть я с большой вероятностью их найду там неоднократно. И вот здесь как раз видно, да, то, что когда мы переходим эту грань, да, когда мы видим, да, что последовательность их просто, то есть, очень много. Поэтому здесь как раз инструмент, который позволяет с разными характеристиками поискать, посмотреть и увидеть, как картина меняется. вот, то, что здесь будут находиться повторы, которые совершенно случайны, до 100%, конечно, вот, вот, но когда мы видим, что есть участки, допустим, этой картинки, да, которые четко выражены, вот, потому что случайность, она все равно распределяется, как бы, достаточно одинаково, да, вот, а здесь мы видим четко выраженные картины и неоднократные повторения. И поэтому я и сводил все это к визуальному анализу, потому что мы можем именно глазами оценить, да, то есть, вот, вот, наверное, какие-то выбросы, да, там, примеру, ну, я утрирую, но вместе с тем, да, а вот где мы видим большие участки скопления, наверняка там есть какие-то закономерности, и тогда уже можно их брать, анализировать и смотреть, то есть, да, с чем они коррелируются, с какими данными, с другими банками данных. А там, случайно, генов дрозофилы нет в местах этих подъемов? Которые шерят домены между собой белковые, между разными генами. Да. То есть, это не может быть тупо шеринг доменов между, зонов между генами. Конечно, много. Мне кажется, только полкомплексити скорее. Ну, коллеги, смотрите. У нас нет, что-то, мы не знаем статистику, какие вообще участки показываются, а судя по тому, что визуализации в ролике было, там, как только на двадцатку ставили длина юнита, сразу все уходило вдаль по оси Z, то этот лоу комплексити меньше 20. Хотя да, хотя так как там внутри этих двадцаток и так далее, репиты дальше не определяются, то это непонятно. Ну, в общем, да. Можно тогда этот график еще раз прокомментировать, то есть, как он построен? Давайте, еще раз, как график построен. Вот, если мы разобрались уже с тем, как информация в результате программы представляется, то мы говорим, что по оси Х, вот, если мы возьмем всю оси Х, да, это длина хромосомы, то есть, если у нас миллион нуклеотидов, то вот, значит, здесь вот первый, второй, третий, четвертый, пятый, и вот там вот в конце, там, миллионный, да, вот, по оси Y, вверх, вот по оси Y, мы видим, мы видим длину этих повторов, то есть, чем повторов, чем нуклеотидов больше, в повторе, тем, соответственно, по оси Y, вот эта линия будет выше, да, и вот, если мы видим, вот здесь вот у нас третий столбик, это длины, и вот они постоянно, постоянно уменьшаются, да, вот, во всех повторах, которые начинаются с нулевого нуклеотида, и вот здесь, соответственно, тоже, то есть, самый маленький, это вот 71 нуклеотид, вот он 71, 529, вот он 529, 987, это следующий, да, то есть, это показатель, чтобы визуально можно было увидеть, что да, вот смотрите, здесь очень длинная последовательность, да, очень большая, то есть, понятно, что там 20, как вы правильно сказали, 20 я как раз выбрал для себя путем вот таких вот, так скажем, тестов, да, постоянных, я помню, что 20, это все-таки та цифра, которая, ну, мало рандомизируется, то есть, она, скорее всего, то есть, много будет сущностей, которые какую-то несут реально какой-то смысл, вот, а меньше 10, ну, там уже, естественно, там, скорее всего, будет полная каша, поэтому я их именно в длину показал, в высоту показал длину, почему, потому что глазами ты сразу понимаешь, где на хромосоме есть очень большие повторные участки, да, вот, то есть, для меня, мне показалось, что это важным и как бы понятным, да, потому что ты наполинал. Прошу прощения, обратите внимание, у вас период этого повтора 400 с небольшим нуклеотидом, видите, 458, 916, 103, это самерный повтор, это же конец хромосомы, он должен быть с каждого конца хромосомы и примерно с таким периодом. Вот это как раз тантемный повтор, один из немногих найденных, судя по всему, а все остальное это просто высокогомологичные участки, там как раз вот этот типичный период теломерного повтора, это же конец хромосомы. Это же метахондриальная хромосома. Да. Это метахондриальная? Нет, друзья, на картинке здесь нет, здесь 2L-хромосома дрозофилов. Нет, это не метахондриальная, а типичный теломерный повтор, например, такой период и должен быть, он же вот виден, там дальше все будет с периодом в 400 с чем-то. Ну, не во всех. Смотрите, оно же четкое, но они не абсолютно идентичны, но все-таки, все концы это теломерные повторы, они must have, просто илкариотные хромосомы так существуют. Они по-другому не существуют. Не, все правильно вы говорите, да, просто я хочу сказать, что, допустим, если мы другие хромосомы возьмем, то не факт совершенно, что вот такую же картину мы будем наблюдать. Да, она иногда наблюдается с разными количествами повторов и так далее, вот, но вот если это считать тандемом, да, то все, что схожее внутри хромосомы есть, я тоже найду, да, вот, просто может быть это, да, мы говорим, что там будет еще много повторов, да, кроме, в том числе и тандемов, которые мы нашли. По графику давайте вот еще раз пройдемся, потому что сейчас я включу систему визуализации, будем смотреть, и мы тогда не поймем, что мы видим. Вот, понятно сейчас, что мы здесь видим? Александр, или повторить еще раз? Или может на примере на каком-то показать? Так, меня слышно? Да, наверное, понятно. понятно, да. Можно еще раз, вот, значит, ноль, это с нулевого начинается, 458, это, сейчас, что, это следующий повтор, да, это вот, то есть, ну, вот первая строчка, да, то есть мы говорим, что... Следующая строка, ноль, девятьсот шестнадцать, да, это, значит, вот следующий начинается в позиции девятьсот шестнадцать, да? Да, да. Я тоже понимаю, сейчас я перестал понимать, четыре тысячи сто пятьдесят один, это длина такая, как бы, повтора? Да, да. Вот давайте я просто... Ну, как-то сейчас немножко контринтуитивно, то есть у нас получается с участка ноль, если мы возьмем четыре тысячи шестьсот пятьдесят один нуклеотид, а потом пойдем в участок четыре тысячи пятьдесят восемь, ну, они же перехлестываются сильно, да? Совершенно верно, поэтому я здесь и привел самый сложный пример, да, то есть это как раз, когда повтор в повторе, да, то есть когда одиннадцать раз подряд идут одинаковые участки, и это создает вот такую вот интересную картину. Они перехлестываются именно потому, что это истинный тандем репит с теломерной. Ну, да, да, да. Истинный теломерный тандем репит с, такая картинка с немножко разной длиной юнита в зависимости от вида, немножко разной длиной в зависимости от возраста, ДНК и тем, и того, что разработчики референса решили положить в основу, будет на конце каждой хромосомы, у каждого и у кариота, кроме метафондриальной. Я с вами не соглашусь, все-таки собрать от теломера до теломера хромосомы очень тяжело, поэтому большинство... Ну, вот я говорю, насколько хватит фантазии разработчикам референс. Ну, да. Не фантазия, это вопрос все-таки технической сложности. Ну, логично, референс для сборки уже не нужен. На сегодняшний день, когда я спагбаю на напоры. Так, ну, давайте еще раз. Остались ли какие-то вопросы по тому, что здесь есть? Да, у меня остался один вопрос. Просто вот каждая строчка, вы говорите, что это повтор, я правильно понимаю? Да. То есть, вот где еще одно место в геноме, где вот этот же сиквенс находится? Я понимаю, что здесь они вложены у вас, некоторые вот эти юниты. В этой же строчке, в координате 1 и в координате 2, длиной третье число. Вот у вас в каждой строчке указана пара мест. Координата 1 – это первое число, координата 2 – это второе число, длина сходного участка – третье число. На четвертое не обращайте внимания. Хорошо, это мне понятно, но у меня дальше возникает следующий вопрос. Наверняка ведь не только два места в геноме, где находится какая-то одна последовательность. Так вот, где, например, третье и четвертое место в геноме для каких-то динамиковых, галмологичных, идентичных последовательностей. Да, я ваш вопрос понял. Да, смотрите, здесь мы не берем какой-то участок и ищем, где вот он 23 раза повторится. То есть, мы берем, давайте вот я на примере на каком-нибудь, давайте прямо на какой-нибудь хромосоме, на самом деле. посмотрим. Давайте это же. А если просто этот файлик быстро распарсить и найти все записи, в которых одинаковые первые числа и одинаковые третьи числа, вы тогда найдете все эти кучки. Нет? Раз у вас нет цели выделить минимально сходный юнит, то на это у вас будет ошибка, но в общем и целом, если не брать вот такие истинно повторные участки, а просто сходные без мисмача и так далее, то именно таким образом вас можно найти. Как я понимаю. Да, ну вот давайте я прямо на примере берем, вот у нас есть какая-то хромосома, и мы хотим узнать, вот этот вот участок, он разный, он может быть там 10 нуклеотидов, 20, 30, 50, 100, я не знаю, какой угодно длины, но он начинается вот с этого, с нулевого, с первого нуклеотида. Вот. И что делаю я? То есть я беру вот этот участок, допустим, если мы говорим, что нам интересны тандемы, повторы от 10 нуклеотидов, я беру отсюда 10 нуклеотидов и начинаю их последовательно искать по всей хромосоме. Вот. Я могу находить 10, да, могу находить, что эта длина будет гораздо больше. То есть я в процессе я не ищу просто искать 10, то и только 10. Да, если я смысл, что дальше продолжается сходство, да, то есть вот там аденин, здесь аденин, гуанин, гуанин и так далее, да, тимин, тимин. И я пытаюсь найти самую максимальную длину. Соответственно, у меня получается в результате вот такая картина. Давайте здесь вот сейчас обстрагируемся от усы. То есть я говорю, что с нулевого нуклеотида у меня есть повтор. Допустим, здесь сделаем там 23, там 14 и так далее. То есть я понимаю, что у меня участок есть, который начинает с нулевого нуклеотида, он есть такой же, начинает с 458 порядкового номера. Потом есть такой же участок, но уже другой длины с 916. потом есть другой участок. Вот, да, длина у него там, допустим, 370-300, да, и так далее. То есть фактически все вхождения, все вхождения, то есть я не ищу какую-то конкретную, давайте вот, я не ищу конкретную последовательность. Я внутри хромосомы беру все данные из хромосомы и их же внутри себя перемолачиваю, чтобы их найти. Найти повторы. Вот. Но только пары получается. Вы каким образом дальше не группируете? Вот дальше не группирую, но как раз на основе этих данных я их могу дальше группировать. Каким образом? Я понимаю, что если вот вы же говорите о чем, вот есть такая последовательность, да, и мне хочется знать, сколько раз она встречается и где в хромосоме, правильно? Да. Вот. Смотрите, соответственно, вот я вам я беру, начинаю поиск и получается у меня, что она встречается вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, и встречается вот столько-то раз. Потому что везде начинается она с этого нуклеотида нулевого. Понимаете? То есть она встречается в данном случае 11 раз в хромосоме. Если бы она встречалась еще где-то, там было бы опять, что начинается с этого нуклеотида, встречается где-то и с такой-то длиной. То есть 12, наверное. У вас один, значит, 12 мест. Значит, 12 мест, да, соответственно, да, все правильно. 12 мест. Ну, подождите, просто я не понимаю, 12 мест длина у них у всех разная в этих 12 местах. Это не одна и та же последовательность. Но мы можем взять минимальную длину из этих, и тогда получим сколько. Я могу их все обрезать. Я их могу всех обрезать. Если подсчетность совпадает, то да, так не факт. Смотрите, там можно агрегировать, как я понимаю, таблицу двумя способами, а именно сделать каунт-агрегейт по первой цифре, и тогда получим более-менее похожие участки, не абсолютные, но сырой первичный каунт, а второй агрегируете по сочетанию первой цифры и третьей. И тогда вы получаете абсолютные совпадения. Биологически это, скорее всего, мало кому интересно и мало нужно, но агрегация по первой, третьей и каунт тупо строк вам даст число. Хорошо, спасибо, принимается. Да, Елена, смотрите, еще идея-то в чем? В том, что я бы мог, вот когда мы задали там, говорим, длина 20, да, без проблем, я бы искал 20, да, 20, и здесь было бы везде 20, я бы обрезал все, которые длиннее, все, которые длиннее, да, я бы их обрезать мог совершенно без проблем, и они бы 100% совпадали. То есть они, как минимум, совпадают с теми требованиями, которые мы задали, вот. Но если я беру вот это вот участок, да, какое-то, я смотрю так, а после 20 идет аденин, да, и в том повторе тоже аденин. Я говорю, длина уже 21, да, то есть я уже могу их крелировать более широко. То есть зачем я их буду обрубать, да, то есть, а потом что-то дальше идут там, и еще аденин, и там тоже аденин. Я говорю, о, длина у меня уже здесь не 20, а 22. И поэтому я получаю здесь как минимум 20, да, то есть как минимум то совпадение, которое, ну, мы хотим. Понимаете, вот этот момент. То, что, это же тоже интересно, да, то, что фактически-то они более гомологичные там, да, в кавычках, чем то, что мы, в общем-то, хотели увидеть. Мы не знаем вообще, будут ли более длинные, но мы знаем, что они точно соответствуют тем требованиям, которые мы знали, 20, но могут быть еще длиннее. Вот и мне показалось это интересным как раз, то есть увидеть закономерности, что они могут быть гораздо больше, чем мы изначально задавали. То есть мы когда, грубо говоря, делаем локальное выравнивание, да, но мы тот участок, тот участок, который мы вставляем, у нас в той хромосомет, куда мы взяли, там, допустим, он был длиннее еще на самом деле, да, но мы его не стали брать длину, потому что, ну, каким-то причинам внутренним, вот, и никогда его не увидим. А здесь как раз система покажет, что есть более длинные участки, чем мы, в общем-то, изначально предполагали. Давайте, может быть, к каким-то находкам и результатам перейдем, что удалось выявить с таким подходом. Давайте. Соответственно, дальше, ну, понятно, что данных у нас много, нам надо их как-то визуализировать. Вот, соответственно, я написал программу по визуализации expo.ng. Также она скачивается сайтом. И ее можно, давайте сохраним, на локальный диск. Она вся включает саму программу, инструкцию и датасет. Это датасет, это анализ хромосомы дрозофилы 2L полностью. То есть я запустил вот эту программу, она двое суток, в общем-то, обрабатывала хромосомы, и на выходе этот файл получился. А, кстати, а вы чем выравниваете? Просто тут под строком под строке, а как тогда индексируете ее хромосомы? Я хромосому не индексирую никак. То есть под строка в строке просто? То есть я глобально, да, тотально проверяю все хромосомы, все участки, которые могут быть схожи с шагом в один нуклеотид в программе. Здесь есть возможность указать шаг. То есть мы можем вести, хочу найти последовательность какую-то. И говорим шаг. То есть один нуклеотид, два, три, пять, десять, двадцать. Соответственно, если мы говорим один, то система будет последовательно каждого нуклеотида пытаться найти тот повтор, который, собственно, есть вначале. То есть если мы берем, допустим, шаг один, то система что делает на данном примере? Мы говорим, мы хотим найти последовательность минимума с тремя нуклеотидами. Вот она берет, так, минимум три, она берет ААТ, потом берет последовательность следующую и сравнивает ее, вот, грубо говоря, ААТ, она сравнит с АТГ, потом сравнит с ТГА и так далее. И попытается, и так пройдет по всей хромосоме. Вот, ну, естественно, как бы длинные участки не могут быть больше. Так. В общем, скачивается программа. Что мы, в общем-то, видим? То есть вот здесь в длину представлена вся хромосома 2Л, дрозофилы. И здесь мы видим те тандемы, которые как раз программа нашла от 20 нуклеотидов. Соответственно, самые маленькие – это вот порядка 20 нуклеотидов и выше. Что это дает? То есть, ну, для меня это просто было интересно вообще распределение этих тандемов. То есть есть ли какие-то закономерности? То есть мне хотелось понять, есть ли какие-то участки, то есть какое-то математическое, ну, какое-то сходство между ними и так далее. К примеру, я сделал возможность, то есть можно взять какой-то участок с миллионом нуклеотид, допустим, и его передвинуть. И исключительно визуально, опять же таки, биологической ценности, да, я, ну, честно, не знаю, да, но мы можем посмотреть, что какие-то тандемные участки, допустим, да, вот они схожи, да, на протяжении, то есть по каким-то причинам. Это одна хромосома, да? Да, это одна хромосома. Вот это мы сейчас... В самом начале, как Елена прокомментировала, это, скорее всего, теломерные повторы. Но у вас получается, что такая картинка, вот, которая похожа, ну, вот этот высокий столбик потом спадает, она вот так, типа, периодически повторяется по хромосоме, ну, так, на глаз, если... А вот какая у этого, может быть, биологическая интерпретация, вот, не знаю, может, это к вам или к Елене или кому-нибудь еще, может, вопрос? Да, вот я как раз, собственно, и хотел сначала все это найти, да, то есть я понимаю, что очень много баз, которые уже имеют аннотации к различным участкам, да, хромосом. Вот. Я как раз хотел это посмотреть, вот эту физику, да, то есть я просто вот взял, как там математик, там, айтишник, это все нашел, и потом я уже как раз хочу получить компетенции, как раз вот высоких специалистов в биотехе, да, которые говорят, что да, это вот соответствует там участок тому-то, это тому-то, или эти участки нужно с чем-то сверить и сравнить. Извините, а нельзя эту штуку быстро посмотреть в формате по оси Х хромосома, по оси З тоже хромосома? Тогда хотя бы было видно, какие участки на какие похожи. Сейчас у вас видно только в каких есть схожить с чем-то, но не видно, а вот это чем-то, с чем похоже-то. Да, сейчас мы это сделаем. Давайте сейчас я... ...корелограммы. Вот здесь примерно такое же. Почему? Потому что ориентироваться просто на то, что здесь примерно такой же высоты, как в начале хромосомы, значит, наверное, оно такое же, как там. Это как-то странно. В данном случае Х, З надо, чтобы была тоже хромосома, ну, это же самое. А тогда там будут видны, грубо говоря, какие места похожи на какие, и вот длину в виде высоты окей вполне. Да, я с вами согласен. Ну, смотрите, еще раз, это просто посмотреть, понимаете. То есть я первый раз в жизни увидел, как выглядит хромосома и как по ней распределены тандемы. Если мы хотим увидеть, каким образом вот эти участки связаны между собой, я сделал такой режим, линейки, да, так скажем, по энтуру сюда можно перейти. И вот сейчас такой появился, такая красная линия, которая показывает участок, и все связанные тандемы с этим участком будут отображаться на карте хромосомы. Вот сейчас я его запускаю вправо, он сейчас начинает двигаться, и мы будем видеть, как какие-то участки повторяются в начале, в конце хромосомы. Вот и как они между собой взаимоувязаны, соответственно. То есть вот сейчас я остановил, то есть, да, к примеру, мы понимаем, что этот участок... Это запомнит. То есть предполагается, что человек это запомнит? Нет, смотрите, я вот еще раз, я этот проект делаю, да, ну, то есть вот пока для себя, так скажем, да, то есть я пытаюсь делать так, чтобы он был интересен кому-то еще. Вот. Но сейчас я, естественно, его делаю так, чтобы, в принципе, вот, ну, найти что-то. Вот я, допустим, очень хочу найти там подтверждение альтернативное второму правилу чарга, да, то есть я там пытаюсь найти какие-то математические закономерности, да, в этом, в том числе. Вот. Это не продукт Enterprise, который продается там, или который там, ну, где-то используется. То есть он до этого еще не созрел, естественно. Почему я сюда не вывожу много текстовой информации? Потому что в 3D, на самом деле, вывести текст, это очень тривиально. Вот. Поэтому я делаю то, что с минимальными затратами с моей стороны, да, приносит какие-то, ну, эффекты, да. То есть я... А вот все-таки, можно я все-таки спрошу? Елена, а вот можно, ну, какие-то пики видны регулярно были? Вот. Но это какое-то вообще может иметь интерпретацию биологическую? Ну, да, любые ВНТР, любые, ну, я не знаю, у дрозофилы есть АЛУ-повторы или нет. Я же говорю, так как они не делятся по типам, то Бог его знает. А что значит не делятся по типам? Ну, какого типа это? Сайны, лайны там, это ретроэлементы, какие именно это? Где там гены, где не гены и так далее? Да, было бы круто, чтобы какую-то аннотацию прилепить, хотя бы попало это в какой-то регион или нет. А так даже непонятно длина. Это правило чергафа. Я просто уже третий раз зацепилась. Дело в том, что правило чергафа работает не на одной нитевом референсе. Правило чергафа работает на двунитевой ДНК из-за ее комплементарности. Вы тут не так, что правило чергафа подтвердить не сможете, просто тип, в принципе. Оно не для одной нитевой ДНК. Ну, Елена, все-таки как бы ДНК, дрозофил она стандартная, двухнитевая, то есть мы смотрим на... А референса не на одной нитевой? И вы работаете с одной нитевым референса, у вас нет? Нет, но чергаф все-таки это именно про одну нить. Чергаф? Что количество... Там два правила, первое про две нити, а второе правило про одну. А плюс Г равно Т плюс С? Это про двунитевую, это следствие комплементарности? Второе правило там про камеры, то, что у нас как бы... Второе правило, это количество паутинов равно количеству петмединов. Ну, может быть, мы... Не-не-не, там... Может быть, мы разные просто называем. Ну, не важно, давайте забудем про чергаф сейчас. Ну, просто... Все правила чергафа являются следствием комплементарности. Просто тогда не знали про структуру ДНК и не понимали, откуда это простекает. Все. У нас в прошлый раз был доклад, там вот статья разбиралась. Ну, давайте забудем сейчас про чергафа. Ну, не, ну, просто как бы какая-то вот картинка видна, там какая-то закономерность, и получается, что это вот... Ну, то есть, что видно, давайте сейчас словами сформулировать, что у нас, получается, в каких-то местах, ну, достаточно регулярно, да, вот торчат эти столбики. То есть, это что означает? Что повторяются достаточно длинные участки, да, ну, и повторяются, скорее всего, вот, как бы, ну, так, по-правильному, да, то есть, один и тот же участок повторяется много раз. Ну, в смысле, примыкающий, ну, примыкающий, именно тандемный повтор, в смысле, вот, биологии, да, и вот они как-то там, получается, по ДНК дрозофилы разбросаны. Ну, мне казалось бы, это, если это что-то такое, должно быть известно, ну, как-то было бы странно, если это никто не замечал. Ну, вот сейчас я масштаб уменьшил, да, чтобы вот вся хромосома фактически вот, ну, умещалась вот на одном экране, да, то есть, еще раз, это такой вот, это как инструмент, да, который позволяет мне находить что-то, вот, что потом требует разъяснения. И вот правильно сказали, что сюда было бы круто подцепить базы с аннотациями существующими, безусловно, и я это сделаю. Вот, просто я сейчас пытаюсь разобраться. Вы, вот, театры на скидку можете дать, вот, второго сгущения и третьего сгущения, и какой референс был дрозофильный? Ну, смотрите, то есть, до масштабирования, вот, каждый квадратик, это было 100 тысяч нуклеотидов, вот. Я, безусловно, сделаю в перспективе, да, когда можно будет смотреть конкретные участки, показывать их начало, конец и связь. Вот, это, безусловно, все будет сделано, просто я хочу для себя сформулировать как раз вот перечень задач и поставить по ним приоритеты, потому что, ну, это, понятно, требует очень много времени для того, чтобы это все сделать. Вот, и делать уже только то, что, ну, на самом деле максимально востребовано. То, что вы говорите, да, это я уже неоднократно слышал, что, конечно же, здесь нужно подсвечивать, да, то есть, участки, то есть, номера, последовательности и так далее. То есть, это я согласен 100%. То есть, высота – это, как бы, длина повтора, да, если бы… Да, да. Совершенно верно. Еще какие-то вопросы? Так, ну, давайте тогда по визуализации, что еще хотел показать. Вот, можно сравнить, допустим, как выглядят тандемные повторы, вот, ну, просто повторы у митохондриальной хромосомы человека и дрозофил. Вот кто-то, вы можете представить, как это вообще может выглядеть? Мне вот стало интересно. Давайте я вам покажу вот такую разницу между этими двумя хромосомами. Минутку. Вот берем дрозофилу. Начинаем поиск. Ну, по умолчанию, опять же так, я здесь поставил, чтобы длина была от 10 нуклеотидов и выше. У нас найдено 109 повторов. Наверное, очень мало. Давайте сделаем вот от 10. Просто на графике лучше смотреть, когда картинка 30 на 3000, да. Вот, и еще найденные повторы, соответственно, мы можем сохранять. Вот, давайте сейчас сохраню в файл просто 1. И теперь загружу. То же самое проделаю с хромосомой митохондриальной человека. Также сделаю длину 10. Найдена гораздо меньше. И сохраню как два текста. Я сейчас в той версии, которая выложена на сайте, еще нет функционала, который я сейчас сделан. Поэтому я здесь воспользуюсь средствами разработки и добавлю сейчас, не обращайте на это внимание, вот эти два файла. Мы сейчас их сможем вместе посмотреть и сравнить между собой. То есть сейчас они слиты. И вот я отодвинул. Вот, соответственно, здесь мы сейчас видим вот этот вот график. Это тандемы, повторы от 10 нуклеотидов в митохондриальной хромосоме дрозофилы. А это вот человека. Вот по длине они вот можно посмотреть. Она даже меньше, чем соответствующая хромосома дрозофилы. И тандемов там практически нет. Почему это? Вот тоже может кто-то сказать? Ну, ладно. Ну, в общем, идея-то в чем как раз? То есть еще раз я говорю. То есть это инструментарий, который позволяет, да, вот сейчас мне, допустим, вот такие закономерности, которые совершенно, ну, шокируют, да. То есть разница прям колоссальная. Хотя вроде бы задачи примерно должны быть, наверное, одинаковые. Сейчас у нас две картинки. Одна – это дрозофилов, второй человек. Да, да. То есть я взял… Метахондриальная или обычная? Метахондриальная. То есть, смотрите, я взял… У человека и у дрозофилы обе… Да. Да. Да, у обоих я взял. То есть я взял именно специально одинаковые. Да, то есть вот, смотрите, вот есть хромосома метахондриальная дрозофила, вот с NCBI, да, 20 килобатт она занимает. И вторая хромосома – это человек, она занимает 17 килобатт. И вот, соответственно, в каждой из них я поискал, попробовал найти тандемы, повторы длиной 10 нуклеотидов. И картинка у нас, соответственно, получилась вот такая. Я не знаю, Елена, из биологии как-то это могут прокомментировать? Действительно, разница какая-то большая. Да. Ну, в общем-то, цель проекта, кстати, вот смотрите, то есть в целом у нас сейчас отображается 18, ну, это почти 19 тысяч повторов. Да, и мы можем здесь интерактивно двигаться. Это тоже с точки зрения представления информации. В общем-то, проект как раз и задумался вот находить такие вещи и пытаться найти им пояснение. Да, то есть мне может быть даже большой плюс в том, что у меня нет изначально базовых знаний биологических, поэтому я где-то наступаю два раза на какие-то грабли, да, но при этом могу мыслить как бы, да, то есть маленько за другой, может быть, стороны и смотреть на эти вещи. Но, безусловно, здесь должен быть симбиоз и должно быть понимание, насколько вообще такие подходы, они интересны биология. Потому что вот когда следующие этапы пойдут, когда надо это все аннотировать, осмотреть, сопоставлять, то есть это, конечно, будет большая сложная задача. Ну, вот это как бы один из таких странных, интересных моментов. Так. Елена, все-таки вот это как-то можно прокомментировать? Видимо, Елена не слышит. Ну, вот давайте еще один из вариантов, когда можно... Нитку разницы между человеческой митохондрией и дрозофильной тем, что у человека она практически почти эксклюзивна одна. Там с одной нити считывается все, там только один ген и делук, если мне не изменять память на другой нити. А у дрозофилы наполовину. У нее половина генов сенс, половина генов антисенс. И плюс надо смотреть, это, наверное, структура оригина репликации у них сильно различается. Это надо смотреть. Плюс одна же длиннее другой. И, собственно говоря, они сосредоточены, или вся разница вот там, это первый момент. И гомология между генами, какая у них. Это тоже надо смотреть. У дрозофилы часть генов подлиннее, чем у человека. У человека они покороче, то есть они больше оптимизированы. Я не уверена, что там абсолютно одинаковые гены. Я не помню, сколько ТРНК-митохондриальных осталось у дрозофилы, сколько ТРНК-митохондриальных у человека осталось. Хотя ТРНК, наверное, все там практически. Это смотреть надо. Но так из того, что вы сказали про повторы, это вот не очевидно. Да, вот эта картинка, которую Алексей показывал, то есть это все-таки прямого объяснения как-то не видно. Ну, то есть даже если там гены, эссенс, антисенс, это не объясняет буквально такую структуру повторов. Алексей, еще технический вопрос. Все-таки мы ищем повторы, но где-то должна быть вот эта минимальная длина. Потому что если мы сказали, вот ищем повтор длины один, то это фактически то же самое, что искать там один нуклеотид. А сколько у нас он повторится? Мы где-то должны какой-то котов ставить, чтобы… Да, ну, конечно. Где, какой, то есть какое значение у нас? Ну, вот смотрите, давайте вот к примеру я сейчас возьму и создам какой-то там свой участок. Вот у нас, к примеру, вот такая вот есть хромосома. И вот я сейчас специально возьму участок вот в пять нуклеотидов и его вставлю вот сюда. Так, не забыть бы, да? И смотрите, я говорю, вот хочу найти участок в пять нуклеотидов. Вот он. И я его здесь найду. Вот он, да, по-моему. АА, ТГ, АА. Давайте еще раз попробуем. Ну, Алексей, может, я не совсем четко вопрос поставлю, но я имею в виду минимальная длина где-то у вас должна быть задана. Да, да, нет, минимальная длина, конечно, задается, то есть вот как раз… А от чего, вот картинки, которые нам показывали, там какой порог этот минимальной длины? А он отсюда берется, то есть когда мы… А, вот 20, да, вот это минимальная, то есть меньше 20 мы не отображаем, да? То есть мы ищем только больше 20, я правильно понимаю? Да, то есть вот датасет, который получится при таких параметрах, мы его сохраняем и потом его используют уже программы визуализации. А она использует то, что ей дадут. Если ей дадут с длиной 3 нуклеотида, к примеру, хотя там смысла нет, но она его будет показывать, значит, это человеку интересно, да? То есть ей неважно, какой датасет на входе. Хорошо, понятно. Опять же, может, какие-то вопросы. А какой биологический смысл может быть вот у таких длинных, повторяющихся? Но получается, они нечасто и не смешно повторяются в участке, да? Если бы это были короткие повторы, это могли быть там какие-нибудь мотивы транскрипционных факторов, а у длинных? Ну, длинные, вот если я вам представлюсь, это либо центромерный геон, либо, например, ТРНК-кластер. А что такое ТРНК-кластер? Насколько я понимаю, это когда у вас геномия, друг за другом находятся гены ТРНК. Друг за другом, да, в общем. Скорее, это похоже на центромера, по-моему. Гены рибосомальной РНК и гены ТРНК по хромосомам раскиданы. У человека, да, они более-менее сосредоточены в одной хромосоме, но это не отменяет наличие похожих на них рамок считывания, часть из них действующая, часть псевдогенной, в других хромосомах. Поэтому, кстати говоря, понятие гена ТРНК и гена рибосомальная РНК, оно некоторым образом условное. То есть их может быть очень разное количество по геному, разной копийности, и они все между собой будут сильно сходные. Это первое. А второе, это, собственно говоря, ретроэлементы разной степени поломанности. Разных классов. Они все между собой будут иметь, ну не все, а они группами будут иметь между собой разную степень сходства. А ретроэлементы – это транспозоны или нет? Ну да. Разного вида, разных классов и так далее. Разные ретроэлементы. Ну да. Для дрозофилов разверны всякие ретро-транспозонные взрывы. У них окраска ими определяется во многом. Может быть, тогда это вот это и мы наблюдаем на картинке, которую Алексей показывал. Получается, что для дрозофилов именно очень много, ну сильно больше этих повторов, которые он находит. А у дрозофилов там они короткие. Честно, это вот надо смотреть. Надо брать, бластовать и смотреть. Так это вообще ни о чем. Честно, вот я не понимаю, я не понимаю, где там гены. А генов там очень мало, они с небольшими промежутками. Я не понимаю, как бы, что это за участки, откуда они идут. Надо брать и смотреть. Точно ли это не ТРН-ковые куски? Так, ну давайте я тогда продолжу. Вот последнее, что я хотел показать. Это я пытался, вот, ну, так как все данные не в 3D, я попытался, ну, в кавычках такое свертывание хромосомы реализовать. Сейчас похожу на дрозофиле, раз в ней митохондрии очень много. Очень много повторов. Давайте я сделаю поиск повторов от 13 нуклеотидов и допущу еще две ошибки. Наличие двух ошибок. Это просто, чтобы получить большой датасет на самом деле. На выходе. Вот, соответственно, у нас очень много участков, где есть повторы. 10 793 участка. Но самих тандемов будет значительно больше. Сохраняю его в файл. Допустим, 3.txt. И далее я подключаю этот файл к программе визуализации. Это новая версия, еще не публикованная, поэтому я тут среди разработки повторюсь еще раз делаю. И вот она как выглядит. Как большое количество тандемных повторов. Как я попытался реализовать здесь свертывание. То есть я написал алгоритм, который, ну, модель такую небольшую сделал, которая заставляет вот эти вот тандемы, которые мы здесь видим, они же между собой где-то имеют связь, как мы видели из файла, двигаться друг к другу. То есть пытаться притянуть друг к другу. Понятно, что более глубокий алгоритм можно сделать, то есть посчитать там заряд, да, то есть какие-то элементы отталкиваться, притягиваться и так далее. Ну, а здесь вот простейшая задача была, то есть притянуть их друг к другу. Есть такая возможность, как включить режим отображения вместо линий точек. То есть вот сейчас мы видим по высоте точки, да, то есть которые тоже также отображают длину повторов. Цвет совершенно рандомно выбран. И вот мы запускаем вот такой вот фолдинг своеобразный. Не знаю, насколько в зуме это будет все видно, но вот сейчас как раз по этому алгоритму все элементы, все повторы пытаются притянуться друг к другу. Те, которые стабилизировались, они замирают и остаются в пространстве на своем месте. То есть вот видно, что они друг к другу тянутся. А те, которые уже стабилизировались, они, соответственно, остаются на своем месте. Здесь, опять же таки, никакой притяжки к биологии нет слов совсем. Здесь больше именно возможности платформы, то, что она позволяет отображать большие объемы информации. И, в принципе, если есть какие-то интересные модели, то здесь можно их отработать и посмотреть, что они дают. То есть и вот как раз находить вот эти взаимосвязи с реальной биологией. То есть когда мы имеем возможность визуализации больших объемов данных в реальном времени. Вот я сейчас работаю на футбуке. Поэтому, если у кого-то есть или возникнет какие-то идеи, как какие-то проверить, может быть, теории, какие-то модели, то, пожалуйста, я бы с удовольствием тоже за эту тему взялся, потому что это крайне интересно. И мне очень хочется эти наработки именно применить к каким-то практическим задачам людей, которые работают в биологии. Твой доклад я закончил. Спасибо огромное, что приняли участие. Подсказали очень многое. Это очень важно на самом деле. Поэтому огромное спасибо. Если какие-то есть вопросы общие, я готов ответить. Алексей, спасибо большое. Коллеги, не стесняйтесь. А можно спросить? Я хотела узнать. В принципе же программ для поиска повторов очень много. Вы как сравнивали с аналогами? Какие проблемы решает ваша программа, которые не решены у других? Да, вот, в общем-то, как раз я, как настоящий программист, я взял задачу. Я попытался изучить, изучил футбук, которые есть, в том числе УГЕН или Тандем, Репит, Файндер. Я понял, что вот как раз, когда рассказывали Беорги, они говорят, что нам интересно видеть то, что там аннотировано, то, что уже понятно, то, что чем-то соответствует. А я как раз хотел увидеть гораздо больше. То есть я хотел просто увидеть суть полную, вообще что там может быть. И когда мы смотрим, о, да, это тандем. То есть мы все-таки тандемы находим. А если мы находим такие тандемы, то, поверьте, я нахожу, значит, все остальные тандемы. Потому что любые, вообще, в принципе, любые повторы, которые из ДНК, вот, в хромосоме, в смысле, да, или там информацию, которую мы найдем, я ее найду. Вот. Кстати, я забыл показать еще возможность, что мы можем какие-то куски искать в загруженных хромосомах. Да, тоже. Ну, не критично. Ну, то есть, да, я анализировал и понял, что как настоящий программист, я должен это все сделать сам. Да, потому что сейчас многие работают уже с софтом, да, и они уже, ну, как бы, они мыслят теми знаниями, которые им дает софт. Да, то есть они не могут перепроверить, там, уточнить. Или передать, да, то есть они берут его и в нем что-то создают, да, и получают какой-то уровень абстракции. То есть вот на уровне нуклеотидов, да, уже мало кто работает, мало кому интересно, да, то есть. И, соответственно, я понял, что здесь есть ниша, да, и что мне нужно максимально досконально начать разбираться вот именно с этого уровня. Вот, и поэтому я написал эту программу, и я, соответственно, когда вот ты в руках работаешь с нуклеотидами, да, то есть ты более глубоко в предметную область, соответственно, погружаешься. Вот. И, в общем, общий ответ, что, да, они не ищут то, что нахожу я в таком объеме. Ну, какая-то у вас гипотеза была, для чего вы это планировали применять, или для чего люди это могут применять? Ну, я в самом начале говорил про задачи проекта, да, то есть мне вообще базовая такая задача максимум, да, это понять, каким образом природа кодирует сложные структуры. То есть почему вот из этих хромосом, там, из этого генома получается человек, из этого получается слон, из этого получается муха, а из этого получается цветок, да, то есть вот что там такое, вот где вот эта вот суть, да, то есть почему, как природа, какой она использует алгоритм для того, чтобы закладывать эти вот структуры сложные. Вот это была моя задача. Я понимал, что чтобы эту задачу решить, да, я должен вот именно брать основу, да, то есть данные после секвенирования, да, и с ними работать, вот, пытаясь найти в них. Почему именно повторы тогда? Повторы, конечно, важная часть генома, но в плане именно определения развития точно не самое важное. Почему не гены или, скажем, может быть, конкретные сайты транскрипционных факторов, про которые известна функция в развитии? Да, Мария, я все понимаю. Это просто похожие участки из ни места в ни месте. Они вообще на любом расстоянии могут быть. Более того, да, большинством... Вообще не похожа, но не мыслите в этом. Здесь ошибка в докладе и в понимании того, что находится и что ищется. У меня есть четкое ощущение, что большинство из того, что вы видите, это даже не какие-то реально гомологичные участки или там повторы, которые, скажем, не какие-то, можно сказать, ошибок полимеразы, а просто, ну, потому что при заданном, ну, при таком УГЦ-контенте, который есть, он, в общем, довольно часто смещенный в ту или иную сторону, обычно в АТ, просто это случайное совпадение. Тогда не было бы вот регулярной структуры, которую мы видели, вот Алексей показывал, и у него кажется, что так вот эти высокие столбики стоят достаточно периодически, да. Если бы все было абсолютной случайностью, чисто математически, то мне кажется, что это было бы маловероятно. Кстати, Алексей, а вы не делали такой эксперимент, что взять вот просто абсолютно случайно создать строку из АТГЦ, ну, такой же длины, как вот один из ваших сэмплов. И такой АТГЦ-фичности, да, решафлинг, есть прекрасный тест. А, ну или просто, да, взять вот, да, вот, да, прекрасно сказали, что можно взять готовую, в смысле, такую же последовательность там, и просто ее случайно зарешафлить, да, чтобы сохранить пропорции АТГЦ и нарисовать картинку по вот этому решафлингу. То есть это вот, наверное, было бы интересно. То есть ожидаемся, да, что мы не увидим вообще никаких структур, если сделали случайный решафлинг. А вот на реальной биологической, вот вы показали, как бы, вот эти, какую-то регулярность этих столбиков, то есть что-то видно. Да, ну, безусловно, да, попробую тоже это сделать, ну, вот еще раз говорю, то есть я, конечно, игрался, то есть мне там полный рандом, но совершенно неинтересен, да, вот, и с учетом своего опыта, как бы, да, то есть я тоже смотрел и искал вот эти вот грани, да, то есть где есть случайность, где есть неслучайность. И вот эти подходы, когда вот я 20 нуклеотидов, да, взял вену, да, там есть, наверное, случайности, безусловно, но их не так много. Вот, допустим, когда мы делаем инверсию, это фактически найти случайность. Ну, да, вот, ну, грубо говоря. И мы видим, что в инверсии мы практически ничего не находим при тех же параметрах, когда мы ищем длину по базовой последовательности. О чем говорит? Да, как раз о том уже в том числе, да, то есть поэтому, да, эти грани есть. И да, у меня есть инструментарий, который позволяет эти грани определять, там, влево-вправо, да, и находить тот уровень, при котором картинка, да, она достаточно кажется достоверной. Вот, то, что, я понимаю возмущение коллег-биологов, да, то, что, ну, это нет привязки, но как раз следующий этап у меня, то есть когда я вот с нуклеотидами, так скажем, наиграюсь по максимуму, конечно же, я начну их как раз привязывать уже, да, к аннотированным банкам данных. И буду, допустим, мне же, ну, то есть, понимаете, то есть если я имею этот массив, я могу его совершенно легко обрезать до исключительно тех участков, которые уже аннотированы, да, и показывать только их, вот. Но еще раз я говорю, я хочу видеть гораздо больше, чем видит большинство специалистов в данной области, да, поэтому я и сам, в общем-то, эти задачи таким образом решаю, да, чтобы независимо какие-то можно было решения свои принимать, да, то есть видеть какие-то закономерности, которые, ну, ранее не были никем замечены, да, потому что, в принципе, такого инструментария, к примеру, не было, да, или задач таких никто не ставил, вот. Но цель моя еще раз, да, то есть как раз найти именно подходы. Я, естественно, читаю и смотрю много литератур, которые вот уже касаются непосредственно, там, специализации клеток и так далее, да, но я еще не прошел этот уровень, самый нижний, да, так скажем. То есть я хочу здесь до конца уже вычерпать все, что есть интересного, и все, что можно здесь вообще, в принципе, обнаружить, и потом уже на это накладывать уже следующее знание, которое сейчас, соответственно имеется. Я надеюсь, ответил на вопрос. Спасибо. Ну, еще хотел сказать, пользуясь случаем, что если кому-то эта работа интересна, я, в общем, с удовольствием готов присоединиться с каким-то проектом, ну, может быть, поработать где-то, да, в какой-то лаборатории, кто примерно вот такими темами занимается, потому что здесь, безусловно, мне тяжело достаточно быть и айтишником, и биологом, да, то есть биоинформатиком. То есть, конечно же, вот очень много людей, которые знания более глубокие, и они могут выбирать более интересные моменты, которые, ну, нужно было бы реализовать, было бы это полезно. Еще раз спасибо большое. Так, если есть вопросы, давайте задавать, наверное, последний шанс. Ну, если вопросов нет, или они появятся потом, то вот Алексей доступен в Telegram-чате, который я вот указал, там можно будет всегда Алексея написать и спросить. Надеюсь, Алексей ответит. Вот. Ну, если вопросов нет, тогда еще раз спасибо большое, Алексей, что рассказали. Спасибо вам огромное. Спасибо. Всем хорошего вечера. До свидания. До свидания тогда. Всем хорошего вечера. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.